Уютное кафе Где красное вино Из местных погребов в больших шатон Ты можешь говорить Что это только глупые мечты Но в планах у меня Всё, видимо, немного круче Ведь завтра в 7.22 я буду В Парисполе сидеть в самолёте И думать о пилоте Чтобы он хорошо взлетел и крайне Удачно сел где-нибудь в Париже А там ещё немного и вправо Бордовый горизонт Бордовый горизонт Бордовый горизонт Бордовый горизонт Бордовый горизонт Что это уже всё так близко Ведь завтра в 7.22 я буду В Парисполе сидеть в самолёте И думать о пилоте Чтобы он хорошо взлетел и крайне Удачно сел где-нибудь в Париже Оставь ещё немного и про вас. А завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолёте И думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и про вас. Кто у нас здесь проснулся? А, кто проснулся? Малыш проснулся, да. Мы не там. Кто у нас там? Ох, Нес. Да. Андрюша, Андрюша. Айо. Да смотри, да смотри, что там? Андрюша. Андрюша. Я всё обусти. Пузяка. Кто у нас на одном месте сидит такой умный? Тоже в Теневе. Скажи, прилетел, да? Да. Прилетел, Пляля? Прилетела? На лыжи будет кататься. Пока на коляске. По горам, да? Мы, наконец-то, прилетели в Женеву. Это аэропорт. А там вдали. Да, как мы любим. Хорные вершины. Это поедет. Это Крис. Вот, знаете, зайчик. Вот, мы прилетели, стоим в очереди. Фомяки-путешественники. Самый красивый вид. Да, самый красивый вид из аэропорта. Швейцарские часы. Я наехала только на Витебич. Да, Роликс. Ой, смотри, машинка. Группа жаждущих попасть в Швейцарию. Смотрим. Понимаем пейзаж за окном. Безумно красивые горы. Очень надеемся, что там хоть чуть-чуть будет видно с нашей чудесной камеры. А это винограй. Сейчас мы изделием в Ятворе. Громче, громче. Сколько солнца, глаз, вот это, чистота, вот это Ятворе хочу жить в таком Ятворе, в другом не хочу. Да, да. И Антон, что ты там сказал про Ниццу? Давай, давай. Живу про Ниццу. Мы приезжаем. В Ниццу едем летом, да. И я покупаю... Билеты. Это не обсуждается. Да. А вот там вот далеко, там где-то Женевское озеро. Его было чуть-чуть видно, но мы не успели камеру. Безумно красиво. Вот такие горы, пики. Надеюсь, что их видно. Очень красиво. Очень красивая дорога. Кто у нас здесь за рулем? Да. У меня стресс. Механическая коробка передач не ездил. Три года. Кошмар. И вообще эти швейцарцы... Вот я сейчас 120 еду, здесь можно 120. Ни хрена, не законопослушный. Вот так носятся все. Обгоняют меня. А мне страшно. Хорошо, хоть не ночью едем, а так мы вообще писем сюда. Какие впечатления? У меня стресс, говорю. Вау, вау. А расположение духа какое? Расположение духа боевое. Нам добрый швейцарский французский негр выдал большую... Афроамериканец, Антон, есть такое слово. Не афроамериканец, а афро-француз. Афро-француз, да. Большую машинку хорошую выбил, в которую мы еле-еле вместились. Там вместились? Чуть-чуть не крякнулся там пока. А кто там сзади? Купсу не видно. А вот это все наши, наши вещи. Кто тут притаился? Мама, баба, 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 баба. Как ваши впечатления? Я счастлива, я очень рада, что я вырвалась и поехала. Спасибо большое. Озеро, озеро Женевское. Женевское. Впереди Некта. Трафик джем. Или просто пробка. Впереди какие горы красивущие. Вид нереальный. Это знаменитый виноградник. Из них всемирно наследие не видят. Антоша, к сожалению, не видит твоих виноградник. Вон они, это все. Виноградники, да, как терраса рисовая. Мы были очень красивые. Вообще, слушайте, это просто нереально. Я такой красоты нигде не виделась. А вот железная дорога идет рядышком. Да, вот здесь идет новость. Обалдеть. А вон какая красота. Вон там снежные опушки, снежные опушки. А здесь какая красота. Невероятная, невероятная. Все, ездим по Европе. Никаких Таилантов, никаких Бали. Да, амянская пчела за рулем. Ома-муж, Селезневский. А это просто дорога. Едем, едем. Бит из нашего окна. Городишко Лейкербад. Красота безумная. Такие большие шапки снега. Были снегопады. Там вдали термы. Вот такая красотища. Вот там видны термы. Называется Буркинбад. Мы там были во второй день. Там очень замечательно. А вот горы. Моликолепные. Это Доловитовые Альпы. Очень редкие для этого региона. Очень красивые. Городишко стоит в ущелье. Поэтому здесь нет ветра. Но очень мягкие границы. А вот это вот вид из другого окна. Сегодня немножко пасмурно. Потому что мы снимаем. Вот еще куда-то будет. Солнышко. В общем, это даже вид с балкона. Вот такая гора видна у нас. Прямо с балкона. Какой-то дымок идет из соседнего домика. Допик, наверное. А вон там вдаль идет дорога. Она идет ко второму подъемнику. И где-то там мы катались на лыжах. Очень замечательно. А вот такую нам дали машинку. Она прекрасная и великолепная. Она влезла в нас всех. И мы все с большими-большими хокулями в нее влезли. Это просто замечательно. Вот такая она замечательная и красивая. Да. Стоим на улице. Это наш пеншин. Здесь мы живем. Точнее, наши апартаменты. И вот наша машинка. Сегодня мы собираемся в Монтрео. Да, путешествие. Вот такой вот огромный родственниковод. Семиместный. Прекрасный. Ну, там вдалеке подъемник. И горы. Вот туда, наверх этого плато поднимается подъемник. И там спуски. Вот, собственно говоря, сам подъемник. Вот на эту станцию мы заходили и ехали вверх. И ехали мы вот туда, высоко-высоко. На самую вершину. Ну, и потом мы там катались. Мы проснулись два часа назад. Всего лишь два часа сборов. И мы уже готовы ехать в Монтрео. Там наша цель – это сначала замок. Непонятно, попадем туда или не попадем. Но главное – будет очень красивое озеро Женевское. Мы гуляем там. В общем, мы в предвкушении. Поедем на наши машинки по горным пейзажам. Будем все это снимать. Безумно красиво. Сегодня первый день, когда минус четыре. Прямо ощутимо, потому что до этого был плюс. И так погода бодрит. Так что можно пожелать нам счастливого пути. До новых встреч. Вот как интересно мы едем. Такие елки везде. Трясется, наверное, все. Но ничего. Дорога в Монтрео на нашей маленькой машинке. Маленькая малышка, как мы любим. Мы не будем это вырезать, несмотря на то, что трясется. Хорошо? Не ел мы будем в Монтрео. Не надо спать, потому что спать не дает. Ах, какое ущелье сбоку. Вообще, жалко, я посмотреть не могу. А я тоже не могу. Вот такая красота. Здесь немножко будет видно. Дорога такая серпантином вся. Елки нереальные, какие-то по 200 метров. Здесь есть участки дороги, где даже две машинки не разъедутся. И одна обязательно должна уступать другой машинке. Прямо как в браке. Вот такая сказка Прямо сказочная страна Прямо в Формула-1 А вот едет маленький такой автобус Именно на такой маленькой машинке О, здесь широчайшая еще дорога Такие красивущие горы видны Пики Вот такие интересные машинки здесь встречаются Розовая, прям жвачного цвета Это мы остановились на минутку Вот здесь какие-то Игрушечки А вот мама Да Как ты себя чувствуешь? Ну ладно, побежали тогда За напитками Это мы на стояночке остановились А здесь хомяки Вот какие, да Как вы общаетесь-то с друг дружкой? Любите друг друга? Это хорошо Вон такие щеки Вот так прыгают здесь щеки Да Ну ладно, побежали Это мы остановились на парковке Еще не доезжаем в Монтре И увидели такой классный автобус Видимо символом города Являются вот такие шикарные бобры Тоже семейка бобров Так же как хомяк Хомяк у нас тоже больше всего на бобра похож Мелкие Вот так вот Нам для полноты картинки И идентичности Не хватает еще одного маленького бобра Будем работать над этим А это такой красивый грузовик Первый раз видим Чтобы так все было разрисовано Интересно с такими красками Очень красивый Интересно в техпаспорте У него какой цвет машины написан Белые медведи Какие-то не особенно доброжелательные Меховичины Мы приехали в замок Шато-де-Сильем Вот где-то там Вдалеке стоит машина Я пошел на разведку А там пока производится Кормежка хомяка Кормежка хомяка Остановились сразу где было место На самом деле надо будет подъехать чуть подальше Вот непосредственно замок Пойдем сейчас вниз Его поисследуем Чего он из себя представляет И замок стоит на самом деле на воде Практически на озере В древности он имел стратегическое назначение Потому что стоял около единственной дороги По которой проходили все торговые пути Вот, а это Женевское озеро А вот там наверху Автобан По которому мы ехали Наш первый день Когда приехали в Швейцарию Выглядит потрясающе Сейчас отвратительная погода Со снегом Поэтому мало что видно Но все равно Мы приехали в Монтре И оказалось, что здесь сильный снег Все перекипишили Перекипишили Но все-таки решили выйти Теперь мы почти как снеговики Вот так Антоша Пчела плачет Оооо Побежали успокаивать А это папины следы Коляска С Андрюшкой там Как будто мы прямо в Лондоне Приехали в снегопад Сильный-сильный снегопад Но мы все равно Не сдающиеся хомяки Нет-нет-нет Мы переоделись Укутались Идем на штурм Замка Хотя бы посмотреть его А вот это знаменитые Швейцарские железные дороги Внизу железная дорога А сверху обычная дорога Погода шепчет А там в далеке Монтрео Да, и спортсмен бежит Вот, собственно говоря Мост Через который можно войти в замок Но мы уже там внутри И скоро пойдем гулять по набережне Мост оказался автомобильный Вот, семья Да, семья Сейчас идем дальше Хайо Мост ведет ко входу в замок А это маленькая пчела Которая туда тоже едет Мамой Очень красивый замок Хотим все быстрее посмотреть Сенег вообще В другое погодное условие попалит В общем, интересно вид Узро все равно прикольнее Несмотря на то, что гор не видно Бежали смотреть Вот это вот мостик Через который мы пришли в замок Очень красивый и живописный А вон там по реке мой любимый крючок Пошел в замок Показал мне так Кричать, не улажать руками Да, вот так Вот, да Да И вот он, собственно говоря Изменили замок Пересилы Швейцарии Пусть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Взрослый, мы берегу, просадимся. Я обожаю пирсы. Пойдем обязательно до того пирса дойдем. Вот так выглядит Женевское озеро, когда идет снег и плюс один. Уточки как в тумане. А так мы выглядим, когда идет снег. Как мы выглядели? Вот так, как медведи из России. Классно. Но на самом деле тепло. Совсем не так страшно, как казалось. А вон такие волны. Шум прибоя здорово. Что там мама говорит? Это мы гуляем в санкверике возле замка. Да. Здесь старинные лесенки. Ура, ура, ты у меня в фокусе. А я тебя вижу. Да. Красота. Похоже чем-то на Лондон. Почему-то у меня ассоциация. Туманный Альбион. Нереально красиво. Очень тихо. Несмотря на то, что дорога близко. Настоящая сказочная зима. И очень теплая. Красота. У природы нет плохой погоды. А вот идет папа. Она снимала на нашу суперскую камеру все. Вот папа, а вот красивущий замок. Папа, пса, все это время, пока мы гуляем по замку, Вот у нас такой чехол непромокаемый. Она вот там сладко-сладко спит. Сладко-сладко спит. Мальчик. Сосочку выпину мальчику и спит. Сладко ночью опять маме не будем давать спать. Вот такие красоты. Вот такие красоты у нас спит. А мы его страхуем на всякий случай. Вдруг не получится. У нас эта техника попроще, но понадежнее. Сувенирная лавка. Сувенирная лавка. Сувениры относятся к тому разряду вещей, которые покупают и потом не знают, куда их деть. Ну вот, они валяются и захламляют однокомнатный дом. Да. Да, вот такая вот лавочка сувенирная рядом с замком шато. Ла Гранд Шильон, по-моему. Здесь вот различные картинки, карты. Свитерленд. И вот главный, главный наш экскурсант. Главный экскурсант приехал в замок. Рядом со входом. Экскурсия стоит 10 франков. Но мы уже, наверное, не пойдем. Но, может быть, прогуляемся чуть-чуть по набережной. Вдали Монтре. Там вот в дымке, далеко-далеко. Башня, с которой, говорят, видно весь город. Как молоко. Да, вот невозможно. Славать и смотреть на зал. А нужно так сесть, как будто мы на пляже, знаешь? Ну, знаете, вода и берем. Она не холодная. Ну, пошли, пошли. Блин, водичка просто потрясающая. Прям хочется скинуть в себя зимние вещи и нырнуть. Как в термах. Ты что по этому поводу думаешь? Как в термах, чтобы я скинула водичку. Сейчас в термах скинула. Да. У нее такая красивая пусечка. Ну, наконец-то. Очень красивая. Комяки-путешественники. Да. citizenR � debeinding по Sky. Ну, интересно. Спасибо за просмотр. Люди заб indo. Wendy.